Сегодня это уже, конечно, история. Но местные жители были изначально против возведения этой ледовой арены. Потому что раньше здесь был сквер с детской спортивной площадками. Впрочем, слушать их никто не стал. Зато самих жителей заставили возмущаться от шума холодильных установок. К счастью, мои окна выходят не на арену. Наши квартиры мы не слышим. Но очень много соседей жалуются, потому что большая часть дома все-таки окна туда располагаются, на арену. Шумно, особенно ночью. Район у нас всегда был тихий, спокойный. Холодильная установка в спортивном комплексе работает круглосуточно. Не поспать, не просто отдохнуть. Еще два года назад замер шума в доме по улице Вторая линия показал децибелы выше предельных – 45 вместо 30. Любопытно, что проект ледовой арены «Айсберг» изначально не предусматривал звукоизоляцию холодильной установки. Никаких СНИПов, как говорится, привет технадзору. Жалобы рязанцы писали и в администрацию города, и в Роспотребнадзор. Пока эта история не дошла до губернатора летом прошлого года. Тогда чиновники пообещали все смонтировать в июле 2023-го. Сроки, правда, не уложились. Документацию разработали, вышли на торги в мае, но они не состоялись. Первые торги законтрактовались мы в конце июля. Срок поставки оборудования сложного 24 августа и по контракту завершение работы 30 сентября. Но подрядчик говорит о сроках 15 сентября. Шумоизоляционные защитные экраны ставят уже второй день. Говорят, скоро закончат. Раньше срока в контракте. В свое время поступила жалоба от жителей соседних домов, что от холодильной установки появился шум. Соответственно, были проведены определенные работы. Протокольное решение губернатора, чтобы устранить данное, скажем так, негативное влияние посторонних шумов. Был произведен предпроектные работы, проект разработан. Ну и, соответственно, в данное время возводятся шумозащитные экраны. Планируем окончание, конец недели. Именно об этом докладывал губернатору и министр спорта Владислав Фролов. Но главное, что щиты все-таки поставят. И не как в русской пословице. Здесь обещанного местные жители ждали всего год. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».